Нужно не только стараться исправлять свои ошибки, но и понять, с чем же они могут быть связаны. Ты найдешь эти... Мы за Мию спасли Итана. За Итана мы увидели видение Джека Бейкера, в котором он рассказал о том, что Эвелина всех... Разум всех захватила и подчинила себе. Почему они такие были жуткие, почему они пытались Итана убить. Почему Мию Эвелина тоже подчинила себе. Почему в начале игры вообще она пыталась его бензопилой там разрубить. В общем, много различных аспектов. Сейчас мы спасаем, опять же, Мию. Потому что Мия осталась с Эвелиной. Вот, мы ее спасаем. Мы должны найти Эвелину и ее, так скажем, устранить к чертям собачьим. Недавно мы слышали голос... Так, без спойлеров, мне это нельзя говорить. Даже в прошлой серии я это вырезал. И уже в этой четвертой серии я не знаю. Я не помню, народ, финальная ли эта серия будет или не финальная. Я не помню, честно вам признаться, сколько осталось... Сколько осталось времени до конца игры. Я этого не помню. Но в прошлой серии я уже собрал все нужные боеприпасы, которые мне приходятся. Вот это я не знаю, честно. Вот это нам вообще нужно будет или не нужно? Одолеть Эвелину. Осмотрите тайное убежище в шахте. Да-да-да-да, мы продолжаем. Продолжаем проходить, но надеюсь, что ничего не затянется. Вот автосохранение, все здесь у нас есть. Я не помню, есть ли здесь четвертая сложность. Как в случае с Виллдж, жуткая деревня. Я не знаю, есть ли в президенту У-7 такая сложность. Я, честно, вообще не помню. Будут часто небольшие подтормаживания. И это не из-за системы, это сработка скриптов. То есть, либо появляются враги, либо то, либо сё. Ах ты. Отбегаем сразу. Четко. Перезарядка. Тут нельзя же, тут же нельзя войти. Да, дестендер-бавик. Четко. На-на-фиг. На-на-фиг. Перезарядка. Тут же нет отдельного меню, как в Виллдж, да. Чет. Ну, с такими-то боеприпасами нам точно ничего не страшно. Вот. Надеюсь, что всё у нас получится. Тем более, учитывая последнюю схватку с боссом в этой игре, это вообще, ну, смешно. Просто смешно. И тем более, я прохожу на лёгкой. Честно, мне стыдно, друзья. Мне стыдно, что я прохожу на лёгкой. Блядь. Я даже сейчас Resident Evil Village на жуткой деревне прохожу. А жуткая деревня, чтобы вы понимали, это четвёртая, последняя сложность игры. Resident Evil Village. Блядь, промокнулся. Ладно, давайте достаем вот это. Какая косая валка. Что мне сделать? Ах ты. Всё. Ужас просто, они враги. Ладно, ничего страшного. Здесь можно тратиться. Здесь можно. Я потом вам расскажу, почему. Хотя многие и так это знают, кто уже играл в эту игру. 150 миллионов раз. Блядь. Всё, хорош. Так, давайте попробуем, посмотрим, с чем у нас можно соединить вообще эпоксиды. Вот, давайте соединим. Это обычный жёлтый эпоксид. Получим топливо для огнемёта. Достаем, собственно, сам огнемёт. Как-то, ну, экипировать. Экипировать. А, блин. Мы его должны положить в этот самый. Вместо, получается, винтовки, да. Чтоб смочь его взять. Сейчас мы его перезарядим. Давайте огнемётика сначала. Вместо... Вместо... Вместо автомата. Да блин, давай, бери уже. Так, вот у нас лифт. Так, давайте осмотрим здесь тоже пространство. Вот я честно, я не помню, сколько осталось. Я вообще не помню. Сколько времени осталось. Ну, вот эта серия вообще, ну, может быть последняя. Ну, даже если эта серия не последняя, то следующая уже 100% будет последняя. Так, соединить. А нам есть с чего соединять. Ну, в любом случае, есть надежда на эпоксид. Счёт пулемёта. Нормально так, нормально так идём. Только инвентарь полон. Вот в чём минус. Погодите, мы ещё не обошли. Вот ещё, вот, бэприпас. Могли это забыть. Так, давайте сейчас соединим с этой травой. Получим огромнейшую аптечку. Да, именно так. Это замечательно. Вот ещё коробка. Всё надо осматривать. Это резидент. Это в первую очередь бэктрекинги. Ну, это в том случае, если это нормальный резидент Иву. Вот. Потому что есть провальные части, по моему мнению. Я не знаю, рассказывал ли я или не рассказывал, какие для меня части конкретно провальные. Но я думаю, не только для меня, для многих эти части провальные. Вот, Апират Саракун Сити провал полнейший. Олд Брейк полнейший провал. Дэд Тайм полнейший провал. Шестая часть на грани провала. То есть, не то, что прям чистый провал, но она на грани провала, шестая часть. Пятая часть тоже такое себе. Тоже почти на грани провала, пятая часть. Но вообще ни о чём, честно вам признать. Пятая, шестая. Апират Саракун Сити вообще тем более ни о чём. Полностью ни о чём вообще. Успокойся, девочка. Что? Кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, не будем сейчас об этом разглагольствовать. Вот мы попали с вами в шахты. В шахту, точнее. Ой, появился аналог лизуна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скотин. Вот же ж скотина. Вот, по-моему, последняя локация шахта. Тут опять мы видим, стоят взрывные вот эти вот нитки, которые взрываются. Нужно их взрывать и смотреть внимательно. Как раз, оглядываться. Чтобы не взорваться самим. Вот мы две уже увидели. И вообще, получается, по факту, эти взрывные устройства могут стоять, получается, в бочках даже. Поэтому бочки тоже надо пистолетом, не ножом. Потому что может быть опасно, слишком опасно. Да, это вам, как говорится, не игрушки. Тут надо смотреть повнимательнее. А в... Не буду пока говорить, опять же, спойлер. Особенно для тех, кто не играл. Я сомневаюсь, что такие вообще существуют, еще те, кто не играл. Вот опять. Ух ты, блядь. Обратно, обратно идем. Ну нафиг. Че у нас вообще есть? Че у нас вообще есть? А-а-а, блядь, я не знаю, че у нас вообще есть. Давайте пока, что ли. Дробовик. Иди ты. Давай, иди отсюда. Улучшенный. Улучшенный враг. Скотина. Такая. Ты заебал ты меня, уже сдохни, наконец. Не подыхает вообще, вы гляньте, какая скотина. Блядь, перезарядка. А-а-а, сука, как неудачная перезарядка. Иди нахуй отсюда. Вали, блядь. Соси, все. Это улучшенный враг. Такое бывает. Блядь, попадаются такие улучшенные, скриптованные враги. На которых ты должен, блядь, все свои боеприпасы порастратить. Скотина, блядь. Так что вот такие вот дела. Я извиняюсь жутко, народ, что в прошлых сериях я тупил. Не знал, куда идти. Я правда очень давно не играл. Вот. И уже мог что-то позабыть. И вообще, в принципе. Поэтому уж извиняйте. Как да что. Что вот я правда не учел. Игра у меня намного лучше работает, если в программе ставить запись 60 FPS, а в игре 30. Да, это вот я не учел. У меня это компьютер получается среднего класса. Он не мощный, не слабый. А среднего класса такой. Средний компьютер. Core i5 Патроны. Но это нам не надо. Core i5 GTX 1050 Ti Ну это такого среднего класса. У нас вообще мест больше походу нет. Вот нас тронул враг. Давайте, наверное, применим траву. Что тянуть, это смысл. Возьмем эти гранатки. Дистанционные. Вот. За Итана нам стало уже полегче. У него больше боеприпасов. Тем более, учитывая, что нам прошлые боеприпасы вернули. Что там такое? Что там такое? Что не так? Катим тележку. Ой-ой-ой-ой. Сейчас беда. Давайте. Наверное. А мы не можем. Мы не можем. А-а-а. Слишком много врагов. Вы издеваетесь надо мной. Вы что творите? Нам надо было пробить расщелину, чтобы пройти дальше. Вот эти вот брусья нам нужно было пробить. Чтобы двинуться дальше. Суп. Соси. Сейчас дробовик. Дробовик самое лучшее оружие. Тут еще полубосс будет один. Вот опять взрывчатка. Да. Тут прям... Да. И вы как видите, враги исчезают. Враги исчезают. То есть мы прошли скрипт. Враги исчезают. Я это говорю к чему? Я же играю в виллаж. А там, блин, я не буду спойлерить. Это даже не спойлер будет. И там, получается, столько врагов много. И, блядь, хп это мало. Потому что жуткая деревня. Последняя сложность. Надо их оббегать. И надо их оббегать так, чтобы можно было вернуться в те места, где были враги. И собрать боеприпасы. А для этого нужно знать, как их оббежать так, чтобы потом они не появились. Или вообще испарились по скрипту. Вы же знаете, что все игры состоят из скрипта. Это все скрипты. Столшные скрипты. Вы это все знаете, разумеется. Так что, вот, поэтому вот такие вот дела. То есть, например, я вижу миллион врагов. Тут респаунился миллиард врагов. Разработчику игры стоит только нажать на одну кнопочку под названием скрипт. И все, они все исчезают. Ну, то есть, не нажать. Это я так, это я завуалированно сказал. Нажать на кнопочку. Разумеется, скрипты надо тоже разрабатывать. Это не так все просто. Нажал на кнопочку, разумеется. Ну, я не разработчик, я толком этого не знаю. Но я знаю саму суть этого. Блядь. Я думал, он не заденет, сука. Ладно. Думал, не заденет. Я же специально отошел подальше. Видимо, не хватило. Надо было еще дальше отходить. Кто его знал-то, что мне заденет? Кто его знал? Я даже это вообще об этом даже не подразумевал. Вообще не думал ничего. Так, ноутбук. Пятница, 16 января, 2015. 42... 42 минуты. Первого. Что ж. Ребята, благодаря вам меня уже неделя как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. Она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постараетесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как мелкое дитя, но и глупое как дитя. Однако мама и папа пока в полные отключки. Любопытно. Это вы запрохромировали всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Пятница, 4 ноября, 2015. 2 часа 10 минут. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной, Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной. Пришлось забереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вроде, вообще-то, Эвелина иногда к ней наведывается. Думает, Мия ее мамочка. Впрочем, в общем, хреновое у вас получилось биологическое оружие. 1 сентября, 2016. Час 10. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать. Все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все это уже порядком достало. Ведь именно мне приходится подчищать дерьмо, когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщистой и волосы сидеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Вот, вот объясняется в этом, собственно, письме, кто такая та бабка. Да, из начала игры. Кто это, собственно, такая? Нам это все объясняют. И плохая новость. У нас тут целых две травы, а места на них, блядь, нет. А-а-а! Как это понимать вообще? Тут, по-моему, тут должно быть сохранение, если я не обшибаюсь. Еще записка, да господи, что боже мой. Опять. В данном отчете описаны симптомы заражения человека-бактерии, обитающие в объектах серии Е. То есть, получается, вирус Е. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е. Далее, именуемая как плесень. Плесень. Вот так называется. Первоначальное заражение плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. Один из обычных побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. Сука, хуй прочтешь. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги, а им удавалось за считанные минуты приживить ампутированные конечности обратно. Вот. Вот что, собственно, произойдет. Ну, я не буду, опять же, спойлерить. Это связано с Итоном. Не суть. Промежуточная стадия. Когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он попадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью теряет свое я. Последняя стадия. После того, как плесень распространится на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся от случая к случаю, но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Содержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Да. Вирус Е называется. Здешний вирус называется вирус Е. Собственно. Да. Вот. Тут и сказано, что тут все амплуатируется обратно. Все конечности, все то, что потерял субъект, который заражен этим вирусом, все обратно возвращается. 5 минут до введения дозы рвота. Вот такие дела. Некротоксин Е. Испытание для подопытного, блядь, серии Е. 12 минут после введения дозы кальцификации клеток. Бегоптовую мать. 10 минут после введения дозы смерти. После введения дозы смерти. Капец какой-то. Так. Вот у нас открылась какая-то хуйня. Ой да господи, когда же закончится. Семь страниц, ёбаный в рот, быстрее читаем. Данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы РТПСП. Это и в скобочках считать не буду. В сотрудничестве с организацией НСИФИ. Основной целью было создание биооружия для массового уничтожения врага без прямого контакта. Впоследствии инициатива РТПСП была свернута, а все наработки были переданы в данный проект. Отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в созьюзника, преображение враждебных элементов и добровольных помощников. Буду быстро тараторить, потому что дохуя страниц. Таким образом снижаются не только расходы на содержание военнопленных, но и на самое проведение боя. Неудивительно, что такие организмы, как даже, ну короче матомые, стремятся принять в этих рабочих участиях. Данный проект не состоялся бы без открытия в, где-то там, в чрезвычайно развитого грибка замечающей эволюции. Замещающей эволюции. Чаще всего для него используется термин мутогриб. Приоритетным методом производства было добавление генома мутогриба к человеческому эмбриону накануне перехода стадии 4 и кумуляцией контролируемой среды в период от 38 до 40 недель. Полученные организмы в дальнейшем обозначались как потенциально подходящие особи. Они ранжированы по степени полезности от неудачных к бесполезным результатам. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, а именно 10-летняя девочка. Такой выбор облегчает смешение с городской популяцией или беженцами. Вот девочка эта вот, они вот сейчас про Эвелину и говорят, собственно. Первый особь серии Е по имени Эвелина обладает способностью выделять мутогриб из своей ткани по собственной воле. Необходимо также отметить, что мутогриб Эвелина обладает способностью подчинить себе тело и разум особи хозяина. В механизме, д-механизме данного контроля со стороны Эвелины нам еще много предстоит узнать. Однако уже существует рабочая теория о том, что вектор действия подобен самоиндуктивным феромоном, блядь. Используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями и псевдонимами. Псевдомонадами. Псевтомонадами, ёб твою мать, сука, хуй прочтешь. Эвелина достигает контроля в нескольких раздельных этапах. Первым из которых является галлюцинация. Почти незамедлительно после заражения субъекты начинают посещать видение Эвелины. Слышится ее голос. Расспрос субъектов, находящихся на разных стадиях заражения, показали, что первое время фантом Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи. Однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. То есть она подчиняет себе разум, как рассказывал нам Джек, нормальный Джек, когда видение Итана показывалось. Психический шок, испытываемый субъектами от совершенного, позволяет Эвелине обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку. Ко времени движения полного ментального контроля, мотогрибковая инфекция поражает все клетки организма и тела. Пиздец, блять. Понаписали, сука, поэму. Война и мир, блять, отдыхают, нахуй. Ну реально, ну чё так много всего? Вот опять, вот чё это за, блять, вот я, блять, не хочу это уже читать. Сука, блять, ну вот раз письмо, да, давайте ещё где-нибудь поищем, чтобы кое-что узнать, сколько здесь этих хуйней, блять, осталось. Я, конечно, понимаю, что это всё важно. Ну, сука, я заебусь это читать по 155 миллионов часов. Вот, сохранение. Зажигательные боеприпасы. Тут чё у нас? Пока лучше сюда не заходить. Да, осталась, слава богу, последняя записка, давайте прочтём её и всё, и забудем её. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин организмы не точен, строго говоря, это сверхорганизм, полностью состоящий из бесконечного мицелия. Да, мицелия. Мицелия, мицелия, этот термин употреблялся виллодж. Ой, сука, сполернул, ладно. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственно мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшем намёке на угрозу. Свойственные этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это названо, созвучно слову, боевики. Есть в этом наименовании некая выдумка. Боевики это военные, получается. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, полученная путём образцов тканей евелины. А что они скрывают-то? Применение сыворотки на заражённом субъекте приводит к кальцификации мицелии. Однако в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мал, основным применением сыворотки является скорее устранение заражённых субъектов, нежели их исцеление. При следовании свойств сыворотки мы обнаружили, что подвергание её влиянию усиливает эффект до крайней степени. Таким образом, был открыт состав, который мы теперь называем под именем нейротоксином Е. Даже в малых дозах. Крайне любопытно было наблюдать в поведении евелины такое явление, как её одержимость идеи семьи. Да. Ты же станешь моей, она говорит, становись моей мамочкой, становись моей мамочкой, ты не моя мамочка и прочее всякое. Блин, сука, интересно. Ну, блядь, так лень читать. Вот реально, так лень читать. Я мог бы сказать, народ, давайте я поставлю на паузу, вы запаузите, прочтите, но я не могу. Я же Кирилл Рженский. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, иногда, когда заражённые субъекты были вынуждены играть роль её отца или матери, относясь к ней как к родному ребёнку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? Ну да, она сама говорила, это Эвелина, что, мол, ты же не моя мамочка. Вот, то есть она уже подразумевала то, что она причиняется только своей мамочке, да. С одной стороны, это кажется случайным выбором. Возможно, она инстинктивно осознаёт, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одиночная девочка. Одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать чётко осознанную нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Ну, собственно, это всё про Эвелину. Это все письма про Эвелину, эти все письма, блядь, забили, извиняюсь, за мат нахуй мою голову. Это ужас просто какой-то. Так, давайте, наверное, сейчас... Чё, выкладываем? Так. А я не знаю, чё мы, чё выкладываем. Нам всё нужно. Ну, ладно, давайте выложим, наверное, вот эти вот бомбы. Всё остальное возьмём. Одолейте Эвелину. Ну, да, вот, собственно, сюда мы, наверное, и сохранимся, да. Продолжаем. Время ещё идёт, время ещё есть. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, нам нужно сейчас, получается, образец взять. Да, нам нужно взять образец вот здесь. Сука, заебала эта реклама, блядь. Кладём образец. Типа, по-моему, он вроде был пустой. Но это сейчас он пустой. Вот мы уже... Ну, это как в Resident Evil 2. Вы помните же Resident Evil 2, как там мы кладём пустую ампулу? Точнее, мы кладём не пустую ампулу, мы кладём ампулу с зелёной жидкостью. А эта зелёная жидкость в итоге превращается в синюю жидкость, ту, которая нам нужна. Мы её замораживали, да. Там же была холодильная камера в Resident Evil 2. Ну, и, по-моему, в Resident Evil 2 тоже. Нейротоксин Е. Разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е. Использует только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать. Для этого поместить в контейнер с нейротоксином образец клеток серии Е. Понятно, всё, я всё понял. Вот он, наш нейротоксин. Специальная сыворотка для уничтожения подопытных серии Е. Инъекция этого препарата уничтожит эвелину. Ну, вот нам она, вот именно она нам, блядь, и нужна. Да, как это ни странно бы не звучало. Именно она нам и нужна. Вот теперь мы сохраняемся. Теперь. Да. Теперь мы сохраняемся. И теперь мы идём уже непосредственно дальше. Там осталось не так много, в принципе, по времени проходить. Нет, здесь закрыто, нам надо спускаться вниз. Ну и логично, логично, логично. Ой, закрыли нас. По-моему, мы обратно возвращаемся. У нас больше другого выхода-то, в принципе, нет. Поэтому мы просто идём вперёд. А чё нам делать? А чё нам делать? Давайте попробуем. А, вот же. Сейчас перезарядим. Обратно. И всё равно... Ладно, давайте, наверное... Я не знаю, чё. Давайте, короче, выбросим вот эти три патрона. Смысла от них нет. И неохота возвращаться к сундуку. И возьмём вот этот вот эпоксид. Да. Вот. Надеюсь, выберемся мы из этой пещеры. Мне вот эти вот не нравятся локации. Вот я вот честно, я ненавижу вот эти вот закрытые вот эти вот подземелья, фабрики. Вот эти вот закрытые все локации. Я просто их терпеть не могу. И честно, он безнази, народ. Что это за песня? Нагинаемся. Кто-то поёт. Ну, неудивительно. F-60.7 Чего ты говоришь? Ты о чём? Блядь. Блядь. Действительно, блядь. Ты прав, сказал слово блядь. Соси. Оф, ёлкипалы. Соси. Не стараемся их добивать прям до конца. Просто убегаем вперёд. Есть такие моменты, когда надо просто убегать. Травы у нас нет. Но мы аптечку сделать не можем. Не хватает. Ну, в принципе, и так аптечек хватает. Нам этого не надо. Нам этого, собственно, не надо. Просто бежим вперёд. Ещё какой-то урок. Ой, ты ёлки-палки. Господи, ты пожилой. Я даже ничего не собрал. Сейчас будет столько врагов. Респамница, господи. Уйди, нахуй, отсюда, блядь. Хуль ты встал, блядь, долбоёд. Уйди, нахуй, отсюда, блядь. Пошёл, блядь, в пиз... Кду? Уйди и дай протиснуться, блядь, долбоёд. Долбоёб ебучий, блядь. Сука, встал, блядь, посредине, блядь. Долбоёб, блядь, ебаный. Пидорас, блядь. Охуевшее говно, блядь. Извините, что так сильно матерился. Ну, реально, ну, встал, блядь, посредине дороги, блядь. Долбоёб этот, блядь. Охуевший. Блядь! Надо дома оставлять. Иди нахуй. Всё. И пошёл отсюда. Пошёл отсюда. Берём гранатомёт. Сейчас будем гранатомётом этого придурка убивать. Пошёл, нахуй. Дай пройти, блядь. Сделали специально. Они вот специально такой узкий проход сделали, чтобы я хренас, блядь, прошёл. Хренас два. Уйди. И перезарядка, разумеется, блядь. Так же, как же вовремя ты, блядь, перезаряжаешься, блядь. Ну, тут хотя бы автосохранение, и то хорошо. И то радует. Это прям, это прям реально вовремя. Тут сейчас будет полубосс. Вот этот, блядь, придурок. Тут их, блядь, даже два. Давайте попытаемся по лестнице полезть. Ну, они, скорее всего, будут пытаться нас встряхнуть. Ну, и всё равно попробуем. А вдруг у нас получится. А, у нас получилось, и нам нахуй они не нужны. По-моему, на харде здесь нереально было их пройти. На харде пришлось бы их убить, по-любому. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, по-моему, на харде там... Их не пройти, вот этих вот больших двух тварей. По-моему, их пришлось бы убить. По-моему. О, аптечка. Отлично применяем. Карта шахты. Ещё сохранение. Я хрен его знает, народ, сколько мы тоже проходим. Я не знаю, честно. Не смотрел, не считал. Ничего себе. Вот на этой инвалидной коляске я же сидел, а-та бабка. Какая-то та кукла, что в начале игры. Ну, конечно. И сегодня я хочу снять такой видеоролик. И как надевают футболку, я сразу хочу снять какой-то определённый видеоролик. У меня прям эта футболка, это сразу знак, что сегодня я буду снимать. Видение, опять галлюцинация. Ну, это не галлюцинация, это скорее видение, наверное, больше подходит. Вот. Е-0-0-1. Опять Е. Опять вот-вот-вот. Скорее всего, это вот, это и есть. Севелина в старческом виде. А Е-0-0-1 это вирус, который ей вкололи, скорее всего. Да, именно так. Всё заперто. Скорее всего, именно так, да. Вот мы выбрались, наконец-то, из этих шахт. И теперь можем пройти дальше. Да. Выбрались мы в первоначальной локации, в дом бейкеров. Да. Ну да. Телефон не работает. Нам никто не звонил. Этот телефон, у него одноразовый вызов. То есть, только тебе могут позвонить. Ты позвонить с него не можешь. Потому что это копилось у меня месяцами. Опять видение, да. Опять это, блядь. Зависимое расстройство личности. Почему так называется стрим? Ты чё, ебабо, что ли? Что у тебя галюны, Итан? У тебя галюны, как, собственно, и у Мии, и у бейкеров, и у всех. Это всё, это ибрина всех, блядь, подзаразила. Чертям собачьим. И радуется, блядь, сидит. Малолетка, блядь, дура. Чё, я могу ещё сказать? Больше говорить нечего. Начинается, блядь. Первоначальный дом бейкеров, локации, блядь. Ностальгия прям по первому сезону, да. Ностальгия, да. Блин, солнце ещё на улице. Ай, светит прям в экранах. Какой хрен чё видит. Какого хера? Мако! Что с тобой, блядь, даун? Чтоб ты, блядь, обосрался, сука, чмо. Ой, да ладно, блядь, чё, выпал, что ли? Эй, ты, блядь, получила пащам. Какого хуя... Ранее астеническая психопатия. Ну, прежде чем мы приступим к морфологии данного заболевания, я хочу вам показать свою футболочку, которая называется «Мне можно». Это меня подруга. Вот как, собственно, и было написано в анкете. Не хочет быть папочкой, не хочет быть мамочкой, ей не хватает этой вот самой любви. Да, как бы это странно бы не звучало, но это именно так. И это именно так, народ. Как бы это грустно бы не звучало. К сожалению. Или к счастью для кого-то. К сожалению для кого-то. К счастью. Тут, по идее, должно быть сохранение, если я не обшибаюсь. А тут его нету. Мы, конечно, все перенесли. Ладно, давайте осмотрим первый этаж. Мы тут уже ходили. Мы тут уже много раз ходили в начале игры. Но, скорее всего, тут ничего не будет. Это как просто прощальная локация. Да. Перед финалом. Посмотрите, я очень хочу выпускать свой мерч наконец-то, но все фирмы, которые предлагали мне сотрудничать с ними, говорят... Какое вы вообще, суки? Это совершенно непрозрачное и нечестно. Я не знаю, сколько будет... БЛЕЙ! И что, это серьезно такая хуйня? Да. Она живая? Ага. Надо было просто в нее стрянуть, чтобы она исчезла. А получается, это видение могло бы нас убить. Серьезно. Не. Осмотрели достаточно. Все, возвращаемся. В большинстве играх... Я не говорю вообще резидентов, я говорю вообще про игры. В большинстве игров... В большинстве играх происходит так, что мы в самом конце игры возвращаемся в самую первую локацию, в которой мы были в начале игры. Да, именно вот такой вот закон небольшой. Ну, не во всех, но в некоторых играх, в том числе некоторых... Резидентах такая хуйня. Романись! Только стрельба ее, блять, успокаивает эту дурочку, блять. Это не... это не Мия, это... Образ. Созданный Эвелиной, типа Мии, чтобы мы в это поверили. Во всю эту ерунду. Блять. Куда идти еще солнце светит прям глаза, скотина. Я хрен что вижу, блин. Я не знаю, сколько будет продаваться моей продукции. Они мне говорят, что я это увижу, но я увижу свои цифры, а они увидят свои цифры. Поэтому... Очень прошу. Ребят. Аптечка. Блокировать. А, надо просто пытаться пройти. Отвешись! Да, просто блокируем и проходим на нее. Идем. Нет, не надо! На, давай, если надо! Давай, мать! Не могу я! Сука! Вставай, блять! Ой, нет! Просто сопротивляемся и идем. Отставь от меня! Вставь! 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 Нет! Прозрачные и справедливые. И можете предоставить абсолютную такую уверенность в том, что никто никого не обманывает. Пожалуйста, пишите мне. Я буду заказывать у вас кепки, ручки, футболки, толстовки, блокноты и что там еще. С самыми разными моими коронными высказываниями. У нас Хэллоуин, на самом-то деле, да? Вскоре. Поэтому, видите, вот такая позади история. Это моя доченька Серафима нарисовала такую красоту. Она у меня гений. Гений, я не знаю, откуда у нас в роду художники. Вроде бы художников не было, но вот родила я художницу. Ладно, погнали. Что я хочу сказать. Сегодня у нас с вами понедельник, и уже в этот четверг мы будем разбирать совершенно наш шедевральный фильм, который называется «Стеклянный дом» 2001. Не тыкай. Увидели потенциальную сущность. Увидели реально потенциальную сущность, мать. Мы ее увидим. «Стеклянный дом» «Стеклянный дом» «Я найду вас всех!» «Уходи!» «Уходи!» «Стеклянный дом» я убью тебя ты что-то для делаешь солнце солнце так заколебало ну вот родила я художницу ладно погнали точку раздавит это кто мне говорит как перезарядиться уже полгода полвека быть пройдет разумеется давай это же не смерть не вычислить смерть блин перемещай оружие бля как тварь как корова как белуга как вообще не знаю кто вы тоже будете рыдать ну перемещать и перезаряжаться надо разумеется полвека блядь и еще полвека перезаряжаемся аптечка стреляй стреляй иди мы хотим перемен не вижу ее рожу давай ну появись ты блядь я тебя не вижу давай ну появись ты блядь и и что это кто это теперь будет убирать к цена блядь я умолкаю получено достижение конец ночи а а что это что такое ты откуда тут делось вылезла nvidia записывать записывай мне бода каждой собаки месту упасть да буду считать сколько это все у меня стоит сколько это мне все обошлось состояние было другое в конце 80-х когда они все по вылазили бля я надеюсь я потом не ужаснусь это первая проблема вторая проблема они все осмелели сука когда в общем то уже никого особо не гоняли вот так журили конечно на всяких комитетах типа культ совет блять прочих уме но уже была вовсю да говорят ничего я просто сам свои ролики не смотрел ну так вот они все блять осмелели дальше некуда но тем не менее вы никогда не сможете да народ вот такие вот заключительные события резидент его 7 великой и ужасный резидент его 7 до последняя локация чем-то даже напомнила напомнила первую часть чем-то даже напомнила пятую часть потому что и там и там главные герои в конце после финала также улетали с последней локации на вертолет что в первой части что в 5 и что как раз в этой вот седьмой части и по моему даже не буду говорить и большинстве части резидентов в конце герои улетают на вертолетах да это такая довольно неоднозначная вообще принципе игра для кого-то она может показаться шедевром для кого-то она может показаться такой обычной игрушкой там по их побегал поиграл раз-два и забыл для меня это одна из частей одна из разумеется отличных частей резидент его это возврат возврат в классику одновременно переход на новый движок риэнджин и возврат да в ту самую первую резидентскую классику ведь тут было множество бэктрекингов но к сожалению этот новый вирус который был здесь разумеется воссоздал новых совершенно врагов не тех зомби которым мы привыкли в первых вторых и третьих частях к сожалению но если вы вспомните и в четвертой пятой части были также разумеется не те враги которым мы привыкли были то ганадосы то африканцы то там еще мы к ним вообще не привыкли то же самое и здесь вообще непонятные монстры непонятные эти вот слизь вот это вот эти враги вообще ужас просто кому-то для кого-то это может показаться нововведением прелестью плюсом для кого-то это разумеется был минус то есть разумеется обычные зомби в этих локациях резидент и лу 7 смотрелись бы намного намного красочнее и жучче чем вот эти вот слизные эти враги непонятные я рад я рад что мы успели за эту серию все пройти надеюсь вам понравилась моя озвучка все конец я больше не буду никогда никуда вставлять озвучку не только потому что это долго и потому что ну блин ну это бред реально ну четвертая пятая части максимум седьмая и все и достаточно эта озвучка просто меня уже осточертел ну это реально ну бред ну вот я создам когда-нибудь новый канал я пройду все резиденты уже по нормальному без всяких озвучек вот и уже полностью полностью вставлю не вставлю а будет оригинал то есть как как положено вот я даже вот не знаю почему на самом деле некоторые игры официально озвучивают на русский язык официально вот например восьмая часть пятая часть какая там например еще какая-то не помню какие-то еще части озвучивали официально на русский язык какие-то части не озвучивают на русский язык вообще никак например ри 2 ремейк не озвучивали на русский язык официально ри 3 ремейк не озвучили официальных озвучили фанаты фанаты специально их озвучили они разумеется озвучили ничем не хуже Чем если бы озвучили официально Я не знаю, почему так Пашенди мой друг, разумеется, вообще за оригинал За английскую озвучку Но я русский, мне, блядь, русский подавайте Поэтому Субтитры это хорошо, но когда ты вслушиваешься в саму русскую Сам русский голос понимаешь То это уже становится лучше, уже понятнее Особенно, когда голос без... Короче, нормальный дубляж Именно вот это вот мне больше нравится И здесь, разумеется, герои Ну, так скажем Актеры озвучки постарались изрядно То есть голоса все подходят отлично И голос Итана подходит И голос Мии И голос Криса Редфилда подходит И голос злодеев всех, того же Джека Бейкера И этой самой Маргарет Бейкер И Луис, Лукаса Все голоса подходят отлично Подходят отлично к Получается Подходят отлично К персонажам Это прямо не может Ни в коем случае не радовать Я уже даже не знаю Что тут можно комментировать Еще Игра, разумеется Требует продолжения А продолжение уже есть Это Ре-8 Самое прямое продолжение Ре-7 Сделаю небольшие спойлеры И будут враги Исходники Исходники От Ре-7 То есть от этого вируса Е Который Описывался в Ре-7 Разумеется Это все именно так Народ Ну что ж Я не знаю Стоит ли Есть ли смысл Дальше Просматривать Все эти Все эти субтитры Я даже вот этого не знаю Вообще Ладно Перемотаем Смысла нет И как-то промотать А не проматывается Наверное Escape Надо Почему у меня Странно У меня капслок Включается сам по себе Я не понимаю Почему Пропустите ролик Продюсер Масахито Кавата По-моему Уже По-моему Уже Даже эту часть Разрабатывал Не Синзими Ками Если я не ошибаюсь Где еще Джан Токи Ючи Джан Токи Ючи Экклюзивный Продюсер Этой игры Даже уже Не Синзими Ками Синзими Ками Только положил Черновик А уже Новые разработчики На движке Ре-Энджа Стали разрабатывать И Ре-7 И Ре-2 Ремейк И Ре-3 Ремейк И Виллэдж Все это уже Другие разработчики Но к сожалению У них с Ре-3 Ремейк Ничего не вышло Они слишком сильно Отклонились от оригинала Но это уже Сейчас рассказывать Здесь смысла нет Обычная сложность А это не легкая Это обычная Это средняя Перезапуски 23 Уничтожение 10 из 20 Геномов По-моему Древние монеты Полученные папок 29 из 2 Открытия ящика Использование Черных средств Использование Стабилизаторов Использование Стероидов Но тут они Явно не нужны Они может быть Нужны на харде Там не знаю Но на обычный Но на самом деле Зря надо было На харде играть Да В этом Небольшой позор Здесь вы мне поймете Просто чтобы не затягивать Ваше время Я не стал Заморачиваться И проходить на харде Все друзья Пашенди Димыч Саша Жильцов Вова Восенди Если вы смотрели Все это видео Я надеюсь Вам понравилось Это была четвертая В третьем сезоне Как и в первом Всего 4 серии Оказалось Второй был сезон Самый большой Какой сезон Самый интересный Это уже решать вам Мне больше Разумеется Понравился второй Самый большой Самый насыщенный Ну кому-то Может понравился Первый Кому-то третий Кто его знает В первом Вообще всего 2 серии Здесь вам понравилось Мое прохождение Resident Evil 7 Я желаю вам Огромной удачи Огромных успехов Теперь уже Я могу снова Вернуться К Айлиен Когда я пройду Айлиен Я Разумеется Стартану Дополнение Resident Evil 7 За Криса И за Зой Разумеется Но уже Без озвучек То есть уже Как положено С оригинальной Русской озвучкой Не с оригинальной А просто с русской озвучкой Потому что Эти мои озвучки Это такое себе Это так ребячество Это так бред Это я В четвертой части Такая дурацкая привычка В четвертой Пятой части Эти озвучки Вот эти все Ну их нафиг Действительно Не надоели они Правда уже Достаточно Пришел им конец Все Это была четвертая Серия Третьего сезона Resident Evil 7 Финал Оценивайте Босс был довольно Легкий Простой Как вы видите Я вообще даже Ни разу не проиграл Босс был довольно Простой Намекнуть Чего не скажешь О последнем боссе Ладно не буду Это уже спойлер Будет опять Не хочу Виллдж опять спойлернуть Не суть Все народ С вами был я Кирилл Рженский Всем удачи Всем пока Увидимся уже В следующих играх И точнее Уже в ближайшее время Именно в Alien Все Я вернусь В скором времени К дополнениям Resident Evil 7 Желаю вам успехов Желаю вам удачи Всем пока Чтобы все у всех Было всегда Хорошо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok